Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». Эфир нашего телеканала продолжает программа «Город сегодня». Здравствуйте. Многие люди в наше время стали задумываться о сохранении традиций семьи, изучении языка и обычаев своего народа. Ищут историю рода и связи с местами, откуда вышли предки. И на государственном уровне есть поддержка такой работы. 19 этнокультурных центров созданы при Октюбинском филиале Ассамблеи народа Казахстана. Причем они открыты не только для представителей своих национальностей. Кого и зачем собирают в эти центры, можно узнать в день открытых дверей, который пройдет в воскресенье 18 октября. Дом Дружбы, где сейчас размещается филиал Ассамблеи народа Казахстана, был открыт в 2009 году. Люди разных возрастов приходят сюда, чтобы поддерживать свои диаспоры, знакомятся с мастерами народных промыслов, устраивают праздники. В этом году в честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана проведено рекордное количество мероприятий. И не только в зале самого Дома Дружбы, но и в Центральном парке и на других площадках Октюбе. Несмотря на то, что в Доме Дружбы регулярно занимаются сотни людей, здесь считают, что необходимо пополнить ряды национальных центров. Не только песни и танцы составляют основную часть занятий этнокультурных центров. Что приготовили актюбинцам ко дню открытых дверей, спросим у директора Дома Дружбы Розы Ерсаиновны Беркешевой. Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Какой будет программа этого дня? Ну, в 11 часов мы открываем наши двери для всех гостей, жителей нашего прекрасного города. С 11 до 12 часов параллельно работают воскресные школы на первом этаже и начинает работу выставка прикладного искусства наших этнокультурных объединений. С 12 часов начинается концертная программа, которая посвящена Дню пожилого человека и Дню труда. И продлится наше мероприятие до 2 часов дня. Приглашаем всех желающих. Роза Ерсаиновна, завершается юбилейный год Ассамблей народов Казахстана. Что можете сказать о ваших успехах, ну и о проблемах тоже? Ну, хочу сказать, что юбилейный год Ассамблей Казахстана, конечно, он прошел под эгидой еще нескольких больших юбилейных дат. Мы принимали непосредственно активное участие, конечно же, в 70-летие Великой Победы в этом празднике, в 550-летие Ханства, тоже значимые праздники для нашей страны, и 20-летие Конституции. В каждом из этих мероприятий, будь это область, город, или даже мы были в Астане с участием в нашей концертной программе, мы представили концертную программу в городе Астана. Наши центры национально-культурные были непосредственными участниками и, конечно, украсили своими яркими самобытными номерами эти мероприятия. Многие общественные организации жалуются на то, что им негде провести выставку, презентацию, концерт. Чем можете помочь? Ну, я хочу сказать, что вообще здание нашей Ассамблеи народа Казахстана, оно открыто для многих государственных структур, мы сотрудничаем со многими государственными структурами нашей области. И, в принципе, все это реально, но у нас есть вышестоящие руководящие органы, я советую обращаться к ним напрямую за помощью, они всегда готовы помочь, откликнуться в положительном таком ключе. И потом уже мы получаем директивы, указания и рады всегда принять любого желающего провести любое мероприятие в нашем доме. Еще один вопрос. Возможно, некоторые боятся, что их так загрузят в этнокультурном центре, что не останется свободного времени. Это действительно так? Вообще, члены этнокультурных объединений – это фанаты своего дела, потому что все они люди-общественники, потому что они работающие люди, будь то школьники, студенческая молодежь или люди старшего, преклонного возраста, зрелого возраста. Они приходят туда по велению души. Как говорится, никто никого не заставляет. Это их выбор, это их времяпрепровождение, это их свободное время. Все те люди, которые наполняют наш многонациональный шанрак нашего Дома дружбы, никогда ни на минуту не пожалели, что они оставили свои домашние дела, дела в семье, пришли и нашли себя, сумели самовыразиться здесь, в нашем доме. Роза Арсеновна, если у людей нет времени в будние дни, можно ли приезжать в Дом дружбы в выходной день? Я еще раз повторюсь и скажу, что основная работа как раз приходится у нас на выходные дни, потому что люди в будние дни занимаются своими рабочими и домашними делами. В субботу у нас проходят репетиции и, конечно, уроки воскресных школ. Воскресенье – это также воскресные школы и все основные наши интересные, незабываемые мероприятия. Приходите к нам. Спасибо, что вы пришли к нам, ну а мы, дорогие друзья, собираемся все 18 октября в Доме дружбы на дне открытых дверей. Знать о своем прошлом, об истории семьи и рода сейчас не просто модно. Это признак культуры человека, но чем больше он знает о культуре других народов, тем больше вызывает уважение и доверие. Так что успехов всем, кто займется расширением своего кругозора. На сегодня все. Мы прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья. Наш генеральный партнер – группа компаний «Солерс». Всех вам благ, уважаемые телезрители. Смотрите Рико ТВ. Стремиться к лучшему. Встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты. Радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс».